Во-первых, это красиво. А во-вторых, все остальное. Практически для всех старшеклассниц в одежде для школы главное – привлекательность. А уж что может выделить фигуру лучше, чем красивое платье и нарядный фартук? Вопрос риторический. Маме, в принципе, тоже очень нравится. Каждыми днями любуется, какая дочь у нее. В форме как-то, не знаю, удобней. Одел и пошел, и все. Не надо ломать голову с утра, что одеть. Однако некоторые все же предпочли бы официозу джинсы. Алена Маркова, к примеру, хочет большего разнообразия цветовой гаммы. Не сильно яркие. Например, синие, фиолетовые такие. Учителя за собой тоже следят. Отказались от брюк и, как и дети, носят сменную обувь. Бои за формы длятся почти пять лет. Результат – начальная школа и среднее звено в списках нарушителей дресс-кода не значатся. У нас есть такие дни, а есть дни, которые, конечно, приносят нам огорчение. Очень часто это связано с погодными условиями. Если идет дождь, это обязательно. Не все придут, и все у них отговорки холодные. Все что угодно придумают. Выделяться декольте или брюками в облипку начинают в восьмом классе. В худший день в журнале отмечают 20 нарушителей на почти 500 человек. 4% – это хороший показатель, считает директор. А ведь было время, когда пятница объявлялась джинсовым днем. Эта пятница перешла за следующую неделю в понедельник, во вторник и в среду. Тогда пришлось вернуться к строгому стилю. Послабление есть только у выпускниц. Им можно носить юбки и блузки. В 30-й школе выбор предоставлен всем классам. Хочешь форму а-ля Советский Союз, хочешь офисный стиль. Такой внешний вид он организует ребят для того, чтобы учиться. Потому что все-таки школа – это не дом моделей. Борьба за внешний вид не прекращается и тут. Единую для всех форму ввести нельзя. Часть школьников из малообеспеченных семей, часть из детского дома. Поэтому учителя надеются на сознательность учеников. Взрослеющий человек, когда идет в школу, он должен понимать, куда он идет. И он должен учиться уже сразу, одеваться соответственно тому месту, где он находится. Главное, чтобы ученик был похож на ученика, считают в 30-й школе. Допускают у парней неброские джемперы и даже классические черные джинсы, больше похожие на брюки. Приятно будет его собеседнику, другу смотреть на него, учителям не мозолить глаза, если человек пойдет в зеленые футболки или какой-нибудь красный. Специальных исследований на тему, как влияет форма на успеваемость, в школах не проводят. Но учителя замечают, если человек учится хорошо, то и нареканий по внешнему виду не возникает. И наоборот. Екатерина Богдан, Игорь Антонов, Телемикс.